Хо-хо-хо! 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 Всем привет! Детишки, а также их родители в эфире Петель Шоу Крисмас. Меня зовут Дедушка Петель. У нас в гостях Стейси Джонсон или просто Настя. Ой! Привет-привет! Да, тебе можно назвать меня просто Настей. Очень рада оказаться у тебя в гостях. Здесь такая новогодняя атмосфера, что просто переносишься в атмосферу праздника и волшебства. Расскажи, чем ты зарабатываешь, если ты зарабатываешь? Я работаю стилистом по одежде. Я стараюсь одевать людей красиво и стильно, чтобы им это нравилось. Какие твои планы на новогоднюю корпоративную ночь? На новогоднюю ночь я надеюсь куда-нибудь улететь в другую страну и встретить Новый год в другом часовом поясе. Скажи мне, что бы ты хотела получить? Какой подарок на Новый год от Санта Клауса, от дедушки Петя или от Деда Мороза? От Санта Клауса я хочу 100 тысяч аудитории на YouTube. Можно? Нет. Пожалуйста. Ну хорошо, я тебе сделаю 100 тысяч аудитории в 2029 году. Кстати, знаешь, что это значит? Почему поросенок рядом со мной? Потому что он розовенький. Потому что поросенок, он толстенький. Это символ достатка, это символ Рождества. Вот он такой пухленький, прям как я. А у нас же обезьяний год будет. Не знаю, это у вас в Шанхае у китайцев, там еще курица, по-моему, или петушина какая-то. Я не знаю, у нас, у скандинавских народов, у северных народов, у нас эти, свинушки розовые, а может розовые обезьяны. Год розового петуха. Что ты подаришь своему близкому человеку? Это будет сюрприз. Если я сейчас скажу, он может узнать. Ты должна была так сказать. Я сама подарок. Ну я же скромная, я ждала, что это скажешь ты. Скажем так, я тебе дам послушать несколько ароматов, и ты не смотришь на название, говоришь, чем он пахнет. Я тебе даю первый аромат. Я скажу тебе подсказку. Это мой самый любимый аромат рождественский. Пирожком. Этот аромат называется Christmas in New York. Это мой самый любимый аромат. Он потрясающий. Он пахнет печеным яблоком, корицей, карамелью, пирожком. А вот этот аромат. Чем? Послушай. Это осень. Это пахнет листвой какой-то, корнеплодами. Это попкорн. Аромат соленого попкорна. Ммм, кукуруза. Да? Очень необычно, держи. Он едой не пахнет. Какой-то вообще без запаха как будто. Да. Волшебная цирюльня. Это так, чем пахнет? Бритвенным станком. О господи. Пьяный для бритья. О боже, фу. У меня он резиновый. Сладкий пахнет. Как он называется? Он называет, почитай. Павел Петель. Это очень круто. Это аромат невероятный. Но так как я фонат всяких имбирных печеней, для меня он немножко необычный, скажем так. Сказки дедушки Петеля. Я рассказываю историю. Ты ее продолжаешь. В одном лесу жил медведь. У него был друг маленький мышонок. И тут в лес пришел злой лис-волшебник. Злой лис-волшебник очень завидовал маленькому мышонку, что у него есть такой хороший и большой друг. И он захотел их разлучить навсегда. И мышончик говорит медведику, пошли в ночной клуб. Медведь говорит, а какой ты нанесешь на себя макияж? Сейчас модно красные щечки и фиолетовые губы. А мышончик ему ответил. Мы так нечасто входим в ночные клубы. Он думает, кому бы обратиться за советом. И начинает искать ответ в интернете. А в интернете появляется волшебник Лис. Он говорит, покупай мою косметику. Мышончик говорит, ты хитрый лис, твоя косметика очень дорогая. Я закажу. В интернете дешевле. Лис говорит, я вам устрою. И лис устроил, я тебе бесплатно подогоню немножко косметики. И мышончик такой пи-пи-пи-пи-пи-пи радостно взял эту косметику. А она оказалась поддельная. В общем, я не знаю, куда там мы сошли в какую-то непонятную степь. Как? Звали главного героя в советском фильме с легким паром или карнавальная ночь? Я не знаю, я не родилась еще в этот момент. Что ты будешь делать, когда закончится Новый год? Готовиться к следующему. Угадал? Как звали главного героя в твоем любимом фильме «Один дома»? Кевин. Да. А как их семья называлась? Кевин Костнер. Семья Ланнистеров. Какой ты молодец. Нет. Это из другого сериала, из «Игра престолов». Как звали главного героя в фильме «Гарри Поттер»? Гарри Поттер. Ты права. Почему Гринч ненавидел Рождество? Потому что его обидели в детстве. Кто? Зеленые тролли. Девочка ему не разрешила. Что? Что девочка не разрешила ему? Поцеловать его. Есть ли у тебя какие-то лайфхаки, чтобы ты подняла себе настроение? Тогда на помощь приходит снапчат. О, да. Хорошая идея. Мне нравится. Поднимает настроение. Ой. Кхе-хе-хе. Кхе-хе. 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 О, такая красивая. Там. Ау. Не забывайте, кстати, что счастье – это предвкушение чего-то прекрасного. А не ожидание чего-то плохого. Предвкушайте, будьте счастливы, радуйтесь, веселитесь. Я хочу вам пожелать, чтобы этот Новый год был для вас ярким и запоминающимся. И он прошел намного лучше, чем предыдущий. Осуществляйте свои мечты, работайте, и у вас все получится.